И еще одно праздничное событие, о котором невозможно не рассказать. Юбилейная 25-я выставка региона сотрудничества без границ в этом году поменяла не только адрес, но и концепцию. Идти на праздник в центр города или ехать в экспо-контур на выставку региона сотрудничества без границ. В этом году перед жителями столицы республики такой выбор не стоял. Юбилейную 25-ю выставку разместили на Красной площади. На природе, как на свежем воздухе. А еще погода очень хорошая сегодня. Экспозицию под открытым небом оформили в виде тематических улиц. Строительство, промышленность, здравоохранение, наука. Представителей факультета музыкального и художественного образования Чувашского педуниверситета было видно сразу. Мой костюм – это алконост. Это мифический герой, птица, которая обычно выступает рассказчиком и рассказывает сказки. Не сказки, а реальные достижения в робототехнике показали главе Чувашия студента физико-математического факультета. В соседнем павильоне представители направления товароведения Чебоксарского кооперативного института вместе с Михаилом Игнатьевым замерили уровень радиации в овощах. Измеряем, вставляем яблоко. За яблоко переживают. Измеряем уровень. 60. А норма 150. Следующее достижение от специалистов, которые в УЗ давно закончили. Сотрудники ЧААС продемонстрировали оборудование, которое работает даже под водой. Такой у нас блок терминал защиты. Хотим показать, что ЧААС может сделать любое исполнение. То есть в огне не горит и в воде не тонет. Представители промышленности в тренде. Многие экспозиции в футбольной тематике. У павильона завода имени Чапаева футболисты протестировали новинку – пластизольные мячи. Все любите футбол? Да! А болеете сейчас какого? За Россию! Но выиграет в следующий раз Россию? Да! И по традиции самые популярные среди гостей павильоны – те, где можно что-нибудь попробовать. В этом году это колбасы, мясо, кондитерские изделия, мороженое. Михаил Игнатьев не смог пройти мимо молочной продукции. Выставка сделана не для органов именно власти. Выставка делается для горожан, для наших гостей. Наши предприятия, организации показывают, чем живут, какие новые перспективные проекты могут внедрить. Касаясь продукции промышленного комплекса, строительного комплекса, агропромышленного комплекса, все представлено. Есть новые товары, новые изделия, которые в ближайшие среднесрочные, долгосрочные перспективы могут продавать на экспорт. Это очень важно. Спасибо. 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 Спасибо.